Продолжение следует. Так как я сегодня с самого утра на спектакле, потом на работе, потом приехала к Наташе, а уже вечер, ужин для своего сына, мы будем здесь. Макс любит жареную картошечку с мясом. Это единственное блюдо, которое не получается. У меня мультибарки. Жареная картошка получается. Да. Кроме капустника, мы у вас соль. Сейчас быстренько. Это его заказ. Критим картошечку, режем мяско. Да, мяско режем, давайте я чищу картошку. Да. Мясо индюшатина. Ну и курятинка, только филе. Мы не включали? Включили? Включили. Хорошо. А куда идти? Отчистки туда. Отчистки туда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Я в другую сковородочку взяла побольше. Старенькую. Вот. Потому что хочется мяско много, чтобы оно хорошо поджарилось. Разогреть. Маслица навела. Вот. 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 Уже. Сейчас мы сюда. 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 Сюда я очень люблю, чтобы поджарился. и добавился. Перец корки. Прямо вот в масле. Когда у него запутан. Вот. Прямо так. И. Так. Так. Кто-то шел в картошке? Бердая. Или у вас ножи тупые. Или ножи тупые. О, это запросто. Сейчас я тебе дам. А где тут мужчина? Какой из них? У меня тут есть такая. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тот мужчина, который тучит ножи. Вот. Я это как Леша наш понял. Не на то, чем ножи. Помнишь, как он так красивый этот роман? Какой Леша? Наш стрижак. У Самвелла когда была? Наш, Леша, стрижак. Я не знаю, я не слышала этот стрижак. Да? Я люблю его исполнение. Это. Не на то, чем... А что ему сегодня без пейса, да, Владя? Вообще, Людей, когда последний раз... Вообще, сегодня уже так напелось? Все, поняла. Не задаю этих дурацких вопросов, поняла. Все, хорошо. Все. 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 Я руками ставлю. Ставлю руками. Перчу руками. Еще немножко добавлю. По лосками? Не-не-не, Леша. Ну да, по лосками и по... Понятно. Я вообще люблю прямо сковородку. Я не люблю стоять, чтоб не жар лицо, и с рук капало. Ну да. Влага брызгала и сумеет. Согласна. Не возражаюсь. Совершенно это право. Ну я, если немножко, я всегда люблю прямо сковородку. Согласна, это не совсем удобно. Согласна. У меня тут Надя напевала, подружка. Она... Угу. Будет спать с открытым окном. О-о-о. Ну Надя ж вообще вегетарианка. Ты говорила, что? Люди, если не знают, как снимают. Ну, Надя не знают. Она не хочет сниматься. Моя подружка. Папа. Она просто вегетарианка. Она сыроед и веганг. О-о-о-о. Поэтому, когда приходится мне такая миска салата, фиников, я помню, ты рассказала. Фиников. 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 Цитрусовые. Мед и чай. Овочки, морковки. Вот. Я думаю, по цене это не дешевле... Нас. Вот. Ну, зато по здоровью. Это сложная вопрос и очень тяжелая тема, потому что человек в результате не пытается дым. Конечно. Аминокислоты незаменимые. Тоже их не хватает. Конечно. Ты знаешь, я в последнее время начала сомневаться, что это настоящая куркума. Хотя... не надеется. Афанка какая-то очень жёлтенькая. Ну... Патина развес ухачей. Ну, не знаю. Я тоже как-то сомневаюсь уже. Но я во всём сомневаюсь. Ты не знаешь, что это так и есть, но как-то сомнения меня наберут. У меня сомнения берут только по поводу мужчин. Ведь я не сомневаюсь никогда. Да. Ой, что там по ним сомневаться, по тем мужчинам? Ну, что? Ну, какие есть, какие есть. Всегда с проблемами. То есть. Девочки, не трогаем. Или такие, как надо, или не такие. Да, грамотные. У них вечная проблема. То и по вкусу. Нельзя. У них замужние подруги. И мы с посудей. Не выйдите за мной. Ой, ой, ой. Это очень важный момент. Они меня учили тогда. Да, хорошо. Если там костяк, знаете, я хочу так быстро всё сделать. Ну, что если... Да, не выгодно. Смотрите, как ты вышла, начистила и порезала торфой. Заметили, да? Конечно. Я вообще всё замечаю. Это замечают. Ну. Я вообще всё замечаю и вижу. Потому что... Часто с тобой общаюсь. Я не заморачиваю. Плюсы. Часто с нами готовить на кухню. Сплошные плюсы. Некоторые дети, которые идеальны. У меня вам не настолько много, что нет места там любить. Ну. Освободим. Лук мы прячем. Прячем. Потому что у меня сразу слезятся глаза. Прячем. Прячем. На сигаретный дым и на лук. И ещё на сладкие духи. Вчера сходили мы на современный блин. Боже, кто-то как накрутился духами. Я сидела вот так. Луся, а ты показала людям там красивые эти духи, которые ты купила? Что тебе показала? Ну. Я сказала. Ну ты паркан. Джюлета с пистолетом. Аромат без аромата. Аромат без аромата. Аромат без аромата. Я их не слышу. На репетицию вчера. Не слышно? Не зашла? Говорят мне девушки. Слава слышно, что Леса здесь репетирует. Вот. И я. Ты зашла? Я не слышу. У меня ещё название. Я сразу услышала. Когда ты зашла, это её очень, очень слышно. Поэтому ты не думай. Если ты не слышишь, то все слышат. Конечно, очень хороший у тебя вкус на духи вообще. Мне они тоже очень нравятся. Ждать, что подарок я не стала. Никто не спрашивает. Решили не ждать. Ну не мужиками, уточняю. Это же делать нельзя. Как нельзя? Совсем нельзя. На день рожили нельзя. Лысь. Нужно делать дорогие подарки. Ну почему дорогие? А просто подарки? Или на садки? Подарки надо, уже нет. Кружечки красивые. Ага. Фотографии, например. Своей фотографии? Супер. У меня была фотосессия в стиле южно. Так. А почему ты не выставила? Я дарила кружечку темную, то есть не черную. Наливаем горячую воду. Она встает светлая и как бы раздевается. Там была черная кружечка с надписью, а потом... Класс. Раздеваешь? Налив чая и леся голое на кружечке. О! Ластя, а почему ты это не показала? Нет, тогда мы сказали. Почему ты людям не показала? Ой, красиво. Как оригинально-то. Так, фотосессия у меня была года два назад. В студии с импульсным светом. Там, где надо, затемнено, не такая, не бульгарная. Я понимаю, красиво. Красиво. Конечно. Кружечка. Кружечка. Вот это подарок был бы, да. Но я не говорю, что всем мужчинам надо дарить кружечку с голой с собой. Нет, ты как пример. Да. С мужем. А так вообще кружечку. Что мужу-то как? Кружечку, ручечку красивую. Не надо, чтобы прыгать и дарить дорогущие часы. Золото не надо дарить. Мужчина да. А вы символический. Понимаете? Понимаю. Я все понимаю. Я почему это так с опытом говорю? Потому что я тоже купила и делала вот так. Понимаете? С кредитной карты снимала деньги, подарки делала. А потом, когда у меня день рождения, со мной ссорятся, я до подарков. Это я про любовь не пошла говорить. А потом уже помиреется день рождения. Это прошло новый год прошел. Уже даже 8 марта прошло, знаете. Упас как. Ой, я так страдал. Я так скучал. Перед Новым годом удобно ссориться. Да. И не затягивать время. Даже перед Миколаем. Что его ждать до Нового года? У вас не видно. В голова не попадет. Что ждать до Нового года? Перед Миколаем надо ссориться. Вот. Пора уже. Вот как раз 14, а 15, это уже время ссориться. Я не с тем возможным я уже рассорилась, поэтому подарков не буду. Аааа. Ну. Ну. Ваканты я не репетировала. Я вчера еще и пелла Орлеанская в детстве. Вот так вчера. Вчера, например, пелла Пыль. Орлеанская. Отлично. Это вы делаете хох. Ну, не хох. Много смеяться, когда можно. Не. Ну, четкие движения. Четкие. Ну, да. Мне кажется, Чернова в этом хорошо распирается. Очень прекрасная. Добирается. Полностью доверен. Кстати, посмотрите в интернете. Наберите театр. Верим. Чайка. Чайка. Чехова. Где она играет. Это то, что есть в интернете. А так? Посмотрите. В театре не принято себя снимать, потому что ходишь на спектакль. Смотри, вживую. Я поняла. Картофля. Ну, да. С мясом. Сейчас мы ее закроем. Крышечка. И пусть она себе тут. Ну, как-то вот так. А почему крышечка? Она тогда получится как вареная. Надо, чтобы она была зажареная, красная и хрустящая. Да. Ну, хрустящая с мясом вряд ли. Потому что она пока так. Вот так. Она потом будет и красненькая. Я сниму в определенный момент крышечку и ты увидишь, что оно все будет. Окей. Там еще и надо есть специальное. Я вижу, что в сельпо магазине продается картошка для жарки, например. Да. Что она не разваливается. Ну, да. Добрый вечер, дорогие зрители. Здравствуйте. Сюрприз подкрался незаметно, но виден был издалека. Пошу познакомиться. Один из моих любимых мужчин в жизни. Что значит один из? Самый любимый, самый дорогой, самый незаменимый. Еле уговорили. Да. Мужчины приходят и уходят, а сын на всю жизнь. Сын Наташи. Как зовут? Сергей. Николаевич. Очень приятный. Похож на маму. Да. Главное, чтобы на маму. Тогда все в порядке. Ест наш капустняк и хвалит. Да, хвалит. Потому что все думают, вот мы сами сварили, сами похвалили. Ничего подобного. Это независимое мнение всех. Сережа, скажи, пожалуйста, вкусный или невкусный? Вот скажи людям. Нормальный. Ну, нормальный, в моем понимании нормальный, в других пониманиях, ну, наверное, вкусный. Потому что, как оно невкусное, я, ну, в домашних условиях не сильно понимаю, что представляю. Да. У тебя же редко представлять, что такое невкусное. Если всю жизнь есть, ну, как бы одно, да, то как оно привык, и поэтому оно всегда нормально. Если всю жизнь кушать, маму и тяду. Капустняк приготовленный по рецепту? Да, я там тоже часто ем и знаю. Да, тети. Тети, да, тети. Так что все, все готовим капустняк по рецепту. Ирины. В приготовлении Наташи. Случайно сосед увидел Лесю у нас и сразу решили, что это моя невестка. А Серега начал так это резко говорить. Мне не нужно жить. Короче, приходит домой Серега и говорит. Спрашивает меня сосед. Как зовут твою, это твоя девушка? Как зовут твою девушку? Какую девушку? Говорит, у тебя гостя девушка с мамой пошли. Вот так, видите, как нельзя даже пройти. Да, девушку прикрепили. А я Сереже старше, лет на шесть. Да, ну, ничего. Все, спасибо всем за внимание, всем большое. Так, приятно было познакомиться. Всем хорошего вечера. Дорогие мои зрители, я вас люблю. Наташа тоже. Я вообще обожаю. Капустняк супер вкусный. Ой, вкусный. Готовимся. А картошка вообще. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.